Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как пользоваться функцией поиска на сайте DistroWatch. DistroWatch.com это основной сайт, куда стекается информация практически обо всех значимых дистрибутивах Linux со всего мира. Поэтому на главной странице, если пробежаться вот так вот ползунком вниз, вот тут прямо дано последние шесть месяцев и даны первая сотка дистрибутивов. Значит, по популярности. Популярность оценивают по тому, сколько кликов было сделано по данной, скажем, теме, сколько пользователей обращались за информацией. Значит, дальше. Есть еще более простая такая штучка. Основные дистрибутивы. Тут, скажем так, десятка дистрибутивов. Топ-тен, так называемая. Здесь они, значит, даны вот тоже, скажем так, по порядочку. Там и Ubuntu, там и Mint, и Debian. Ну, просто заскучите, посмотрите и так далее. Тут проблем нет. Значит, для более детального поиска существует вот такая вот интересная функция. Поиск дистрибутивов. Вот здесь смотрите внимательно. Допустим, выбирайте вот здесь вот. Все ваши, как говорится, всевозможные пожелания. Первое. Значит, это простая форма, а вот есть продвинутая. Ну, давайте вот пройдем сразу на продвинутую. Вот, допустим, выбираем Linux. Категория дистрибутива. Ну, допустим, вот интересует вас десктоп, рабочий стол. Страна происхождения. А вот хочу посмотреть только то, что делается, например, в России. На каких основан там операционных системах он и так далее. А вот на всех. Просто хочу знать, что есть. Десктоп окружения. Ну, роли не играют. Все. Архитектура. Ну, вот архитектура, может быть, выберу вот. Х86-64. То есть 32-битные, 64-битные сборки. Управление пакетами. Да, поставлю все. Значит, выпуск модели. Да, все. Размер медиа. Да, все. И метод установки тоже все. Статус, ну, естественно, активный. И вот нажмем на посмотреть. Вот в России, по крайней мере, пять дистрибутивов, полностью, как говорится, русскоязычных. Это Rasa, Calculate Linux, Point Linux, Alt Linux и Agile Auli Linux. По мне, так вот, довольно-таки приличным линуксом был Alt Linux. Хотя сейчас вот на первое место двигается Rasa. То есть это я говорю, скажем так, для людей, скажем, которые вот хотят вот только, чтобы все у них там было, как говорится, там на русском языке. Зеркала, ну, вот я вижу здесь вот одно зеркальце. Ну, значит, идет почему-то на английском языке, опять-таки, все это дело. Ага, вот торренты есть там. Так, вот есть, значит, Rasa KDE и LXDE есть вот. И есть еще и Gnome. Выбирайте, как говорится, рабочий стол, любой. Я не знаю. Ну, вот нажали на этот, пошли сюда, значит, и там выбирайте, что нравится. А у вас, может быть, абсолютно там другие, скажем, какие-то там критерии имеется поиска. Как тогда искать? Опять-таки, легко и просто. Вот, смотрим сюда. Идем, значит, снова там на главную страничку, на страничку поиска. Вот. Вот функция краткого поиска. Тип операционной системы. Linux. Категория. Ну, допустим, старые компьютеры. Можно выбрать. Ну, можно выбрать там, типа, рабочий стол. Тут вот есть начинающий, там, кластер. Дата резки, это, значит, восстановление там данных, управление, значит, там дисками и так далее. Вот, практически все, что надо. Ну, давай опять-таки выберем рабочий стол. Вот теперь страну происхождения. А пусть всем не будет он. А вот основанный на... Вот, допустим, есть люди, которые вот очень любят Arch Linux. Вот все. Вот подаваем только Arch и привет. Значит, основанные на... На, а тут не основанные так. Все рабочие столы. Архитектура. Опять-таки выбираем вот эту. Управление пакетами. Ну, здесь я пока оставлю все. Релиз. Да, тоже все. Размеры любые. Метод инсталляции. А вот только, значит, местный, скажем так. И статус, естественно, активный. Зачем нам, значит, операционные системы, которые прекратили существование. Вот все, что в мире, как говорится, по Arch Linux есть. С рабочими столами. Давайте посмотрим. Вот побежали вы сюда. И вот 8 дистрибутивов, значит, основанных на Arch Linux. И, пожалуйста, это и Манжара, и Нетранер, и Антергос, и ArchBank, и Чакра, и Брич, и Парабола, и Кадемар Линукс. У вас здесь идете на каждый. Знакомитесь, пробуйте, смотрите, что вам, как говорится, нравится. Надо что-нибудь другое. Опять-таки, изменяйте критерии поиска свои. Допустим, вот. Сейчас вот я вам задам свой критерий. Это даже, пускай все. Основанный на Ubuntu, архитектура, значит, вот такая. И посмотрим, сколько же операционных систем, основанных на Ubuntu, существует в базе данных вот этого чудесного веб-сайта. 51, то есть, 51 дистрибутив Linux, основанный на Ubuntu, значит, имеется здесь. А тут уже выбирайте, там, какой там тип рабочего стола вам нравится, там, и так далее. Ну, по крайней мере, здесь большая вероятность того, что процентов 90-95 дистрибутивов, вот в этом списке, они будут понимать в терминале команду суда. А это, значит, можно будет поставить многие программы, о которых я говорил в своих видеоуроках. Как говорится, ради бога, берите, тестируйте, смотрите, что вам больше нравится. Вот, примерно в таком плане. И теперь конкретно покажу, вот давайте поищем, как по рабочему столу, допустим, поискать. Вот выбираем, например, Linux. Linux, любая, значит, категория дистрибутивов, любая страна, основанная, значит, все равно там на чем. А вот рабочий стол вы, допустим, выбираете, но вот вы хотите побольше, значит, узнать вот об этом, значит, рабочем столе. Он очень легкий, подходит, хорошо работает на стареньких компьютерах и на новых. Архитектуру, допустим, выбираете вот эту. Управление пакетами. Все, 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 все. Вот, практически вас интересует только, значит, рабочий стол данного типа. Вот, ищите по нему. А посмотрим, что тут у нас откинет. И вот, таких вот рабочих столов-то 48 существует. Вот они, все здесь представлены. То есть, если вы пойдете сюда, то вот данный рабочий стол вы уже можете найти, значит, вот в этих дистрибутивах и конкретно его, значит, пробовать, если он вам, так говорится, нравится. Вот, он есть и на Archie, значит, и на Zorini, там, и на PC Linux, и, видите, и на Ubuntu. То есть, что-то там непонятно. Вот, взяли, допустим, вот так вот, сейчас, поскольку сайт на английском языке, зашли в переводчик, вставили, ну, пусть, скажем, не очень там красивый будет перевод, но в основном будет понятно, значит, о чем, как говорится, по крайней мере, в статье, там, в кратком, там, или описание, и так далее. То есть, вот, в принципе, вроде бы и сайт-то английский, и даже толком, не знаю, английский язык, а можно, значит, спокойно производить по нему поиск, искать свои дистрибутивы. Причем, как понимаете, вот, критерии у вас самые разнообразные. Можете, значит, искать первое, вот, смотрите, по типу операционной системы. Linux, BSD, Solaris, другие. По категориям. Внимательно посмотрите, какая вас категория интересует. Ну, вот, ну, обычно, вот, или это бывает дестоп, частенько бывает, значит, еще живы. Leaf Medium, это, где гарантировано, что, как говорится, есть возможность записи на флешку, и чтобы флешка там, эта самая, стартовала, как говорится, вживую. По стране, ради бога, если вы патриот, вот, выбирайте, как говорится, там, какую угодно страну, представителем которой вы являетесь. И ищите только по стране. Если, как говорится, вам это до лампочки, то вот так вот нажимаете, допустим, на все, и привет. Значит, основанное на, и вот, пожалуйста, на DBA, допустим. Вот, мне, допустим, а вот интересно мне DBA, хорошо. Рабочее окружение, а вот мне, как говорится, все равно. А вот архитектуру, допустим, я выберу вот эту. А, что тут еще? Управление, да любое. Любое, любое, любое. Вот, практически, посмотрим, дебяновские пакеты теперь, где встречаются. Тоже, как видите, немало, посмотрите. Их тут вообще, вон, 127. Поэтому, как говорится, берите, смотрите. То есть, вот, у меня много, значит, было, значит, видеороликов. Люди часто спрашивали, а когда там такую-то сборочку сделаете, а когда вот такую. Я, собственно говоря, в этом году больше толком делать сборок и не буду. Почему? Потому что, в основном, я дал людям, скажем так, основы. Основы, значит, они находятся вот здесь. Четыре урока для начинающих. Все. Вот здесь, пожалуйста, значит, как, находясь на винде, скачать изообраз и записать его на флешку. Тут, как сделать флешку, уже такую, скажем, на все случаи жизни. Как, значит, поставить с флешки официальный дистрибутив Linux, любой, который вы вот здесь вот найдете. А здесь, значит, как, значит, устанавливать и настраивать, значит, ну, скажем так, авторские сборки, которые, значит, я делал. Но в основном упор я делаю на то, что, посмотрев вот эти вот видео уроки, вы, значит, уже сможете нормально устанавливать и настраивать большинство операционных систем, которые вам нравятся. Это основы. Основы даны здесь. Сам ролик, значит, вот настройка официального дистрибутива, он очень короткий. Почему? Потому что в нем я, значит, практически указываю... Значит, вот, под роликом дан длиннющий видео урок, там, около часа. Как настраивать официальную сборку, очень детально и подробно. А здесь, ну, пять минут просто вкратце. То есть, вот, понимаете, когда знаете основы, то не надо, допустим, лично мне, там, по каждому, там, дистрибутиву, там, делать, там, видео урок, там, допустим, по Зорину, как там его настраивать, там, по Дебиану, по Мэйту и так далее. Потому что, если у вас, вот, основа, как говорится, в голове сидят, посмотрев урок, значит, буквально вот эти четыре урока для начинающих, и выбрав, и скачав, допустим, то, что вам нравится, пожалуйста, или по языку, или по архитектуру, по любому типу, тот, что вас устраивает, ради бога, значит, все, вы, как говорится, выберете то, что вам нужно. Чего-то непонятно, вот какое-то словечко. Ну, что, ну, взяли, скопировали его, побежали в переводчик. Не всегда он там корректно переведет, но, тем не менее, вот. Вот, на самом деле, Install Media Size, это, в принципе, размер носителя. А тут вот пишут, установите размер носителя. Ну, иногда, по смыслу, это бывает понятно. Там, когда видно, там, допустим, что, вот, допустим, там, меньше 100 мегабайт, там, и так далее. То есть, вот, в таком вот плане. Сайт, вот, хороший, просто, вот, к сожалению, большому, он на русский язык не переведен. Ну, вот, пользоваться, значит, его самыми функциями, значит, я вам показал, как искать, значит, первое, самое простое функцию, если вы хотите что-то поставить, если вас там не колышет более, там, детальный выбор. Вот, первая десятка, и в первой десятке, обычно, в первой тройке выбираете то, что вам надо, это, как правило, не ошибетесь. Хотите знать полностью, значит, популярность, там, всех дистрибутивов? Да вот они, посмотрите. Их тут 273. То есть, вот, казалось бы, такое многообразие, но, на самом деле, как говорится, ориентироваться в нем довольно-таки просто. Поэтому, значит, вот, особенно, конечно, хороша вот функция вот этого вот поиска. То есть, ну, здесь вы уж можете, ну, в самые, как говорится, все свои выверты поиска, то, что вам нужно посмотреть, потому что есть вот специальная категория для, там, игроманов, гейминг, ну, вот, посмотреть, какие, значит, там есть игровые, там, дистрибутивы. Ну, про страну я уже, как говорится, уже говорил, вот, нажали, допустим, Россия, все, и то, что есть там по России, он, это самое, откинет, что там было, не знаю, вот. То есть, вот, здесь вот рекомендую вам, как говорится, хорошенько поползать, посмотреть, повыбирать. То есть, здесь действительно вы можете найти дистрибутивы на любой вкус. И различные операционные системы, там, и Arch Linux, там, и Debian, там, и Ubuntu, и прочее. То есть, вот именно то, что вам, как говорится, нравится, к чему у вас больше лежит душа. Поэтому, значит, вот я рекомендую вам внимательнее пользоваться, значит, вот таким великолепным источником информации, как сайт distrowatch.com, потому что он является, как бы, коллектором или собирателем всех более или менее значимых дистрибутивов Linux. Если, значит, они в него не входят, то, значит, или создатели там сидят, репу чешут, как говорится, или просто не знают английского языка и не могут свой дистрибутив зарегистрировать. Вот практически все, что я хотел сказать. Значит, хороший, добротный, значит, сайт, и не бойтесь того, что он на английском языке, потому что самое основное то, что вам нужно, вы всегда сможете найти, и даже в тяжелейших там случаях, когда что-то там непонятно. Вот, вот, взяли, как говорится, скопировали, побежали на переводчика. Ну вот, а здесь вот и перевод совсем красивый даже получился. Вот таким вот образом. Так что поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом. Желаю, значит, вам счастья, там, удачи, здоровья, всех благ. И, значит, грамотно пользоваться, значит, вот этим сайтом. Сборки вот эти вот, которые лично я делал, и Сергея Тимченко, они, значит, ну, скажем, даны вам для ознакомительных целей, чтобы вы скачали, попробовали, потестили, как это дело работает, вообще нравится вам Linux или нет. Ну, моя конечная цель, как говорится, не подсаживать вас на эти сборки, и чтобы вы не ждали там каждого обновления там, когда там я что-то там новенькое там придумаю. А вот, чтобы вы могли выбрать любой дистрибутив с основного сайта, посмотреть, значит, грамотно, значит, как пользоваться им. А все это дано вот буквально в четырех уроках. Вот, так что до встречи и желаю вам всяческих благ. Субтитры сделал DimaTorzok